МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Переключайтесь и смотрите сегодня в выпуске. Рождественский епархиальный турнир по шахматам в Ханты-Мансийске. Всероссийские соревнования по мини-футболу в Югорске. Волейбольный матч Газпром-Югра-Югра-Саматлор. Об этом и многом другом расскажем далее. Илья, как обстоят дела в волейбольной суперлиге? Сургутяне Газпром-Югра в трех сетах обыграли нижневартовцев Югра-Саматлор. Посмотрим, как это было. Югорское волейбольное дерби состоялось в спортивном комплексе «Премьер-Арена». Весь матч держал в напряжении зрителей и игроков. Но все же сургутянам удалось переиграть гостей тактически, находя в нужный момент слабые места в приеме. Хотя они и сами испытывали определенные проблемы. Например, болезнь северского легионера Газпром-Югры Милана Катича. А также вновь не пошла игра у Никиты Алексеева. В середине первого сета Никита отправился отдыхать после двух ударов в аут. Счет к тому моменту был 12-16 в пользу нижневартовцев, у которых стартовый порыв захватенкова подхватил Горбачев. Атака компенсировала варточанам множество ошибок на подаче. Но на отметке 15-19 Рафаэль Хабибуллин сделал свой первый тактический ход. Выпустил на подачу Ионова, который сложным планером поставил в тупик Аксютина. Первый сетбол сургутяне смягчают атаку из четвертой зоны, и Раджаб окончательно переламывает ситуацию на площадке. Итог 25-23. Игра получилась. В первой партии хорошо вошли в игру. Вели преимущество плюс четыре. Растеряли его в конце партии за счет неуверенного приема. И поэтому Сургут выиграл первую партию. Если посмотреть на цифры, много ошиблись мы на подаче. Ребята молодцы. Они перетерпели вот этот момент скованности какой-то. Что вот над ними давляет результат. И они молодцы. Справились с этим давлением и выиграли. В третьей партии качели стартовали с отметки 7-7. Курбатов блоком в завершении затяжного розыгрыша добивает 23-е очко. Матчбол еще одним блоком на Горбачеве приносит Раджаб. Следующая и последняя атака диагонального в Артовчан приземляется в ауте. По итогу 25-19 и победа «Газпром-югры». На два дня Лангипасский хоккейный кор стал местом для спортивных баталий. Более двух десятков спортсменов-любителей сошлись в противостоянии на льду в рамках регионального этапа 12-го Всероссийского фестиваля по хоккею среди команд 40+. Подробнее в следующем сюжете. В свисток судьи началась очередная встреча между командами, рожденные в СССР, и «Спарта». Хоккеисты из Сургута сразу же погнали шайбу в ворота соперников. Местные перехватили ее и спешно вернулись в оборону. Гости предпочли атакующий хоккей. Однако это не помогло им победить в первом периоде. Счет 1-1. В региональном этапе 12-го Всероссийского фестиваля среди команд 40+, участие принимают исключительно любители. На льду предприниматели, пожарные, электрики и многие другие. В их числе Вячеслав Фель. Днем он трудится оператором по добыче нефти и газа в 6-м ЦДНГ «Лангипаснефтегаза», а вечером тренируется, хоккеем занимается более 15 лет. Соперники показывают высокий класс мастерства. Очень организованная, сильная команда. Нам всегда было против нее сложно играть. В этом году они еще плюс усилились новыми игроками, которые сильно помогают данной команде. Достаточно много стыков какой-то силовой борьбы в рамках правила, что говорит о том, что ни одна из команд не хочет сдаваться. Во втором периоде спустя 5 минут от начала сигнала гости из Сургута забили местным игрокам шайбу. Счет 2-1. Хоккеисты, рожденные в СССР, сдаваться и не собирались. Сразу же уравняли. 2-2. Соперник достойный. Я вам скажу, это единственный из команд, можно сказать откровенно, у которых нету подставных игроков. Уровень у нас совершенно одинаковый. Интересно играть. Достойные соперники. Хоккея такая игра, понимаете, как говорится, не угадаешь. Кому-то фартит, кому-то не очень. В третьем периоде Спарта добавила себе в копилку третью шайбу. 3-2. Но местных хоккеистов это только раззадорило. Каждые пять минут лангипасты забивали голы в ворота соперников. Итоговый счет 6-3. Региональный этап 12-го Всероссийского фестиваля по хоккею продлился два дня. В первый со счетом 9-2 победили сургутяне. Во второй 6-3 в пользу рожденных в СССР. Воспитанники отделения дзюдо и самбо в Пытьяхе отлично завершили 2022 год. И уже отметили Новый год своими яркими победами и достижениями. Подробности встречи с пытьяхскими спортсменами в следующем сюжете. Люблю дзюдо, живу дзюдо и стану крепче стали. Я надеваю кимоно, зовет меня катами. Секция олимпийского вида спорта дзюдо впервые была создана в Пытьяхе еще в 2002 году. Сейчас борьба на татами, состоящая из бросков, захватов, удержаний, болевых и удушающих приемов, продолжает набирать обороты. Многогранную борьбу самбо у нас начали активно развивать лишь в 2021 году. На сегодняшний день дзюдо и самбо в нашем городе занимаются почти 135 человек. Подопечные мастеров спорта Геннадия и Максима Пилипчуков продолжают радовать тренеров победами на соревнованиях различного уровня, пополняя городскую копилку наградами. В декабре 2022 года воспитанник отделения дзюдо и самбо 21-летний Адам Абасов стал серебряным призером чемпионата Уральского федерального округа по самбо. Спортсмен выполнил норматив на присвоение звания мастер спорта России по самбо, а также получил путевку на чемпионат России в 2023 году. Первый старт у меня был в ноябре. Хмао по мужикам стал первым. Потом в Нижневартовске тоже Хмао до 23 лет стал первым. Потом в Урфо вторым стал в финале, чуть не хватило. У меня первая такая маленькая цель была, я выполнил мастера. И сейчас хочу попасть в сборную, а потом дальше больше. Молодой человек занимается дзюдо с 7 лет. Считает, что в красивой, но очень трудной борьбе важна не только физическая форма, но и трудоспособность и моральная устойчивость. Сейчас он номер один в сборной Ханты-Мансийского автономного округа Югры и Уральского федерального округа по самбо и дзюдо. Еще один знаменитый пытьяхский спортсмен Али Катигенов в особом представлении не нуждается. Он также лидер окружной сборной. В спорте уже девятый год. В начале этого года стал победителем округа по самбо. Взял путевку на Урфо, куда поедет 27 января. Надо больше готовиться в зале, чтобы было потом легче на соревнованиях. Чем труднее тренировки, чем легче будет тебе на соревнованиях. Евгений Николаевич все хорошо объясняет, поддерживает. Иногда очень сильно ругает, помогает за это. Евгения Крылова, Елизавета Сухоносова, Гамит Гашимов, Джамал Казбаков и Виктория Чеглинцева также входят в состав сборной команды Ханты-Мансийского автономного округа Югры и хорошо показывают себя на соревнованиях. Пятиклассница Виктория в спорте около двух лет, но уже заработала не одну медаль. У юной спортсменки есть даже кубок за лучшую технику. Вика мечтает выиграть Олимпийские игры, чтобы порадовать тренера и маму. Меня привлекает больше соревнования. Геннадий Николаевич всегда, мой тренер, говорит, у нас скоро будут соревнования. Я радуюсь очень. Тренировкам тоже очень. Меня Геннадий Николаевич научил всяким приемам, коронкам. Максим Геннадьевич научил меня делать страховку, всякие кувырки. Я акробатику научил. Геннадий Пилипчук основоположник школы дзюдо в Пытьяхе. Мастер спорта СССР по борьбе дзюдо и самбо. Его сын когда-то бывший воспитанник, а ныне коллега Максим Пилипчук на татами с четырех лет. Мастер спорта России под дзюдо. Одно и то же каждый день. Одно и то же каждую неделю. Одно и то же каждый месяц. Почти одно и то же. Монотонный труд. Надо шлифовать месяцами, годами все. Технику, понимаете? Приемов. Приемов очень много. И не только технику. Надо и спецупражнения делать, и физическую подготовку надо, и тактическую подготовку. Понимаете? Все это. Все вместе. На сегодняшний день представителям разных возрастных групп самбистов и дзюдоистов Пытьяха очень не хватает еще тренера. Добиваться новых успехов спортсменам помогают не только воля к победе, наставники и родители. Геннадий Пилипчук благодарит за внимание и помощь отделению дзюдо и самбо в Пытьяхе, а также развитию этих видов спорта главу города Александра Морозова, депутатов Окружной думы и Тюменской области Сергея Елишева и Игоря Винникова. Югорские спортсмены радуют нас своими успехами как на окружных, так и на всероссийских соревнованиях. А мы продолжаем рассказывать вам о них в нашей постоянной рубрике «События спортивной недели». В Ханты-Мансийске завершились два первенства Югры по биатлону. Среди юношей и девушек 17-18 лет, посвященная памяти Виктора Николаева, а также среди юношей и девушек 15-16 лет, зачет 17-й спартакиады учащихся. Этот турнир традиционно проходит в начале сезона и помогает отбирать лучших спортсменов на первенство России. Впервые он проходит под эгидой памяти нашего сотрудника, сотрудника спецподразделения, бойца ОМОН-Стерг, управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому округу, сержанта полиции Виктора Николаева, погибшего при исполнении служебного долга в ходе проведения специальной военной операции. Виктор вел спортивную жизнь, он являлся мастером спорта по биатлону, и, кстати, занимался он, тренировался здесь же, в центре зимы видов спорта Анки-Мансийских. В спринте на 6 километров среди юношей 15-16 лет лучшим стал Артем Боимов из Нягани. Среди девушек в спринте золото у Антонины Степановой. Среди юношей 17-18 лет в спринте на 7,5 километров первым пришел Иван Горячкин. На 12,5 километров лучшим стал Родион Гуманенко. Среди девушек 17-18 лет золотой дубль соревнований на дистанции 6 километров и 10 километров оформила Карина Плецов. Буквально только что завершился спринт на 6 километров среди девушек 17-18 лет, победительницей которого стала Карина Плецов. Карина, расскажи, как прошел вообще спринт, что получилось, что не получилось, как ты себя чувствуешь? Во-первых, здравствуйте всем. Что скажу по поводу самочувствия? Самочувствие сейчас довольно хорошее. Меня все устраивает. По поводу своей стрельбы совсем не справилась с первым бежом, с лёжкой. У меня уже, по ходу, это традиция, три оставлять на спринте на лёжке. Потом уже поняла, что нужно справляться со стойкой. Вот. Стрельнула ноль. Очень довольна. Там, по-моему, после второй стрельбы выигрывала 5 секунд. Поняла, что нужно бороться. Последний круг уже на последних силах. Как смогла, так пробежала. Вроде как хорошо. Довольна. Именно на эти старты у нас не было никаких установок. Просто мы приехали после Уфы, подготовленной. Там мы бежали первенство в России. Там тоже я. Достаточно успешно выступила. Что еще сказать по поводу этой гонки? Да, с ней тяжело. Я очень-очень довольна. Трасса шикарная. Как обычно, Ханты-Мансийск радует. По поводу погоды тоже очень хорошая. Солнышка, правда, не было. Но я, на самом деле, больше люблю, когда нет солнышка. Деться нет. Все хорошо. Очень. Также по итогам первенства среди юношей и девушек 15-16 лет в зачет 17-й спартакиады учащихся были награждены сборные команды в общем зачете соревнований. Первое место заняла сборная Ханты-Мансийска. Второе – команда Нижневартовска. Третье – у биатлонистов Нефтьюганска. Андрей Абатчук выступит на Всемирной шахматной олимпиаде. Участие в олимпиаде примут шахматисты из 23 команд, включая сборную ФИДЕ. В ее состав вошел международный мастер, 10-ти кратный чемпион мира среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, 13-ти кратный чемпион России среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, спортсмен и тренер Югорской шахматной академии Андрей Абатчук. В Ханты-Мансийске впервые прошли соревнования по кикбоксингу в поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. В турнире приняли участие более 150 юных спортсменов от 7 до 15 лет в 12 весовых категориях. На ринге встретились не только юноши, но и девушки из Лентора, Сургутского района и Ханты-Мансийска, а также из Перми и Ямало-Ненецкого автономного округа. В торжественном открытии турнира приняли участие Вера Николаева, мама сержанта полиции Николаева Виктора, кавалера Ордена Мужества, героически погибшего при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции, а также заслуженный мастер спорта России, чемпион мира, чемпион Европы по кикбоксингу Мурат Пухаев. Кикбоксинг в целом, как бы такой вид спорта, в котором приобретаются очень хорошие навыки, которые, например, военнослужащие очень ценят. Такие качества, как сила, скорость, выносливость. То есть любому мужчине, тем более военнослужащему, это нужно. Также участников и гостей приветствовал заместитель начальника управления Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации по Югре, по военно-политической работе Михаил Тремасов. Турнир по кикбоксингу – это первый турнир в городе Фанты-Мансийск, по кикбоксингу проводится. И символично, что этот турнир посвящен поддержке нашей армии, которая участвует в специальной военной операции. Подобные турниры, посвященные таким темам, конечно же, положительно влияют на гражданское общество, на патриотизм. Участники соревнований сразились в поединках по кикбоксингу в разделе К1, наиболее зрелищном в виде ударных единоборств. Итоги турнира проводились как в личном, так и в командном зачетах. Места в общекомандном зачете распределились следующим образом. На третьем месте расположился Сургутский район. Серебро досталось команде Ноябрьска. Золото завоевала команда Сургута. До очередного фестиваля чемпионов ГТО практически целый год. Тем не менее, спортсмены Когалыма, ставшие в декабре 2022 года бронзовыми призерами, уже готовятся к новым свершениям. Как проходит процесс тренировок и над чем работают сегодня, узнаем в следующем сюжете. До очередного фестиваля чемпионов ГТО практически год. Тем не менее, спортсмены Когалыма, кстати, ставшие в декабре 2022 года бронзовыми призерами, а участвовали 45 команд из всех территорий страны, готовятся к новым свершениям. Нагрузку немножко снизили, у ребят была неделя восстановительная. И сейчас потихонечку начинаем набирать обороты, потому что следующий отбор, что в сентябре, и через два месяца уже будет Россия, то есть в декабре. Поэтому в сентябре нужно подойти уже в максимальной форме, и там не будет времени уже на каких-то еще отборочные, поэтому готовятся уже начать уже сейчас. В 2021 году в Белгороде на фестивале чемпионов ГТО сборная игры была девятой. В 2022-м в Самаре коголымчане, вортовчане, нефтьюганцы и няганцы сплотились и выдали результат. Как в командном виде, так и в личном зачете. В этот раз было четыре этапа, это в командном виде. И иду на рекорд, это как отдельный вид соревнований, туда мог заявиться человек, либо личник, либо в команде. Просто так туда приехать нельзя было. И вот с нашей команды, с ХМАО, выступало четыре человека в иду на рекорд, и один человек вне команды, с нашего города, тоже заявился в иду на рекорд. Из пяти заявленных три рекорда. Стоит заметить рекорду с Нелли коголымчане Алексея Сотников, с Нелли рекорд в подъеме туловища из положения лежа на спине. В своих возрастных категориях стали первыми Мария Волошина и Анастасия Бызова в упражнениях сгибания и разгибания рук в упоре лежа. Фестиваль чемпионов ГТО – это физкультура высших достижений. В нем участвуют спортсмены, добившиеся результатов в различных дисциплинах. Все заслуженные мастера, там уровень космос был вообще. Как обычно, в принципе, приезжают на ГТО машины. Кто из бывших спортсменов, как Настя, все такие там. Так что следующим стартом нужно быть готовым ко всему, тем более, что организаторы каждый раз добавляют новые элементы состязаний. В Югорске завершились всероссийские соревнования по мини-футболу первенства Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов среди юношей до 14 лет. Как же прошел турнир и за что боролись юные футболисты? Узнаем в следующем сюжете. Четыре дня юношеских мини-футбольных баталий. За победу в четвертом туре сражаются две югорские команды. Каждая сыграет по пять игр. Сейчас на паркете игроки «Газпром Югра-10» и «Альфа» из Екатеринбурга. Сильные соперники. Два тайма по 20 минут. Первый завершился без забитых голов. В перерыве тренер дает установку своим подопечным на успешную игру на победу. Встанем вот так, тебе передача, два шага. Прокатываешь и поливаешь по воротам. Давай, давай, парень, давай. Давай, забьешься, забьешься. Один забьешься, и все, не раскроет. Давайте, давайте, нормально, здорово играйте, ребят. В упорной борьбе игроки «Газпром Югра-10» с минимальным преимуществом обыграли команду из Екатеринбурга со счетом 1-0. Во втором тайме Иван Панов забил гол в ворота противника. Пегра была напряженная. Просто вот было у нас много моментов, мы их не забили, и потом забили все-таки один. В первом тайме было много моментов. Во втором было тоже много моментов. Но вот с первым не забили, а во втором и забили. В ходе интенсивной игры пару раз медику даже приходилось выходить на футбольную площадку. Отмечу, что спортивные арбитры строго следят за игрой, чтобы ребята получили минимум травм. Все нарушения правил фиксируются. Ребята уважительно относятся друг к другу. Самое приятное, что играют в футбол, да, и нам, как судьям, легче работать на таких играх. Так как мы видим, что уважительно относятся друг к другу соперники. И наше дело только свистеть незначительные фолы, да, держать, так сказать, планку единоборств и управлять игрой. Еще одна команда из Югорска, которая принимает участие в соревнованиях, «Газпром Югра-9». Ребята сыграли со спортсменами из Новоуральска со счетом 2-0. Юные футболисты активно набирают очки, чтобы попасть в первую четверку и выйти в финал, который пройдет в Нижнем Новгороде. В том сезоне по 9-10 году мы выиграли первое место, заняли первое место в Нижнем Новгороде. Сейчас хотим повторить свой результат. В итоге будут отобраны 4 мини-футбольные команды. Именно они отправятся в Нижний Новгород в марте на финал. В Нефтьюганске состоялось зональное первенство Югры по боксу среди юниоров и юношей 12-14 лет. Более 100 юных спортсменов вышли на ринг, чтобы побороться за финальное первенство округа. Подробнее в следующем сюжете. Зональное первенство округа по боксу проходит в Нефтьюганске уже около пяти лет. В этом году на ринг вышли 119 участников. Среди них местные спортсмены и ребята из соседних городов, а также любители бокса из Ханты-Мансийского, Сургутского и Нефтьюганского районов. Организаторы, в числе которых Югра-Мегаспорт, Федерация бокса Югры, а также Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтьюганска, устроили для юных боксеров настоящий спортивный праздник. Ведь это необходимо для поднятия боевого духа ребят. Немалое значение перед выходом на ринг имеет и физическая подготовка, а также дисциплина и систематические тренировки. Перед соревнованиями нужно сразу готовиться к бою и настраиваться на него, работать на мешках, спаррингах. Есть сомнения, что не победишь или всегда выходишь с настроем на победу? Иногда бывает страшно, иногда нет. Несмотря на свой юный возраст, участники воспринимают каждую победу и поражение как ценный опыт. Настрой был очень хорошим, но мой соперник был в несколько раз сильнее меня и хитрее. И из-за этого он одержал победу. Мне кажется, готовиться надо лучше. Подготовка. Тяжело в мучении, легко в бою. Данные соревнования – это не только возможность показать себя и попробовать свои силы. Победители примут участие в финальном первенстве округа. Физиональное первенство округа – это у нас первый этап. Дальше у нас стартует финальное первенство фантоматическо-автономного округа. А в дальнейшем там победители едут на первенство Уральского федерального округа. И это даёт отбор на первенство России. Все участники, занявшие первое, второе и третье место в каждой весовой категории, по итогам соревнований традиционно были награждены медалями и дипломами. Юные боксёры пополнили свою копилку наград. И в очередной раз доказали, что бокс – это спорт отважных. Традиционная тёплая встреча собрала более 150 шахматистов. О том, как прошёл рождественский турнир, смотрите в нашем сюжете. Рождественские песни и тёплая атмосфера приветствовали шахматистов на традиционных зимних соревнованиях в Егорской шахматной академии. Рождественский епархиальный турнир по шахматам проходит в Ханты-Мансийске уже восьмой раз. Организатором и инициатором турнира является Ханты-Мансийская епархия. Около 150 человек пока ещё собрались, может, это не предел. Но и важно, что за таким турниром участвуют международные мастеры. Это уже тоже пользуется популярностью в среде шахматистов. Средоточие здесь жизни среди подрастающего поколения. Поэтому не воспользоваться возможностью проводить такие шахматные совместные турниры, я думаю, это неправильно. Поэтому идея родилась на фоне того, что это важное городское место, где мы можем провести такие совместные мероприятия. На турнире собрались шахматисты всех возрастных категорий. От малышей... Ну, я пришёл на шахматы в 4 года, меня мама записала, чтобы я начал, ну, хорошо думать. Ну, потому что... ну, мне нравится этот спорт, потому что здесь можно хорошо подумать, что-нибудь выиграть и... ну, чтобы было приятно. До самых старших, которые играют в шахматные, уже более 40 лет. Ну, я играю в шахматы лет 40, наверное. Я, где на моем возрасте, мыть больше чуть. А шахматы – это зимний вид спорта. Потому что заниматься летом некогда, а вот зимой что делать? У вас на участнике салтовой телефона надо... Лыжи, лыжами. А шахматы – это по душе. Это и спорт, и искусство. Вот посмотрите, какие маленькие дети. Есть большие, а есть маленькие. Ты общаешься и сам заряжаешься вот этой энергией от детей. Мне нравится. Общаешься с детьми, он правильно ходит, неправильно ходит. Ну, общение. Турнир проходил в семь туров Блица. В общем, за тете лучшей стала Алексеенко Мария, второй – Смекалов Алексей. И на ступень ниже – Перчинский Богдан. Среди ветеранов мужчин – золото Александра Себряева. Среди самых младших участников лучшими стали овчинников Севолод и Николай Водаре. Всем победителям и призерам памятные подарки вручил отец Леонид. Мы рассказали вам о всех спортивных событиях прошедшей недели. Для вас работали мы – Илья Василенко и Варвара Пупова. Любите спорт, занимайтесь спортом. Ну, а мы будем вам о нем рассказывать в эфире телеканала «Югра». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова